Здравствуйте! В данном видео речь пойдет о промежуточном реле типа РПУ-0. Аббревиатура РПУ-0 расшифровывается как реле промежуточное универсальное серии 0. Реле РПУ-0 предназначен для коммутации цепей управления переменного и постоянного тока. Они выполняют различные логические операции и служат для передачи команд из одной цепи в другую и для размножения и преобразования сигналов управления, в том числе в лифтовом оборудовании. Реле РПУ-0 предположительно были разработаны в 1970 году. Реле производилось на нескольких предприятиях. На Ереванском электропаратном заводе, на Аргеевском заводе низковольтной аппаратуры, на Луганском производственном предприятии «Восток» и на Молодеченском УПП «БОС». В каком году реле РПУ-0 снятся с производства, к сожалению, мне неизвестно. Реле состоит из основания, кожуха, магнитной и контактной системы. Внутри реле выглядит вот таким вот образом. Соответственно, это основания, на котором закреплена магнитная система и контактная система. Магнитная система состоит из Г-образного магнитопровода, стержня, на котором одета катушка с обмоткой, якоря и возвратной пружины. Возвратная пружина служит для возврата якоря в исходное состояние. Такая магнитная система называется магнитная система клапанного типа. Магнитная система на постоянный ток и на переменный ток немножко отличается. Об этом я расскажу чуть попозже. Контактная система реле РПУ-0 может состоять из двух переключающих контактов, трех переключающих контактов или шести переключающих контактов. Шесть переключающих контактов заключается за счет двух реле РПУ-0, которые вместе на одном шасси установлены. Конструктивно контакты выполнены в виде трех контактных групп. В каждой контактной группе есть неподвижный контакт и подвижные контакты. которые закреплены на таких вот контактных пружинах переключение контактов осуществляется вот этой изоляционной колодкой которая закреплена двумя винтами на якоре видите она перемещает этим выступом она перемещает подвижные контакты внешние провода к реле присоединяются несколькими способами в разных исполнениях реле это выполняется по-разному они могут быть припаяны непосредственно к выводным штырькам либо могут быть подключены через штепсельные колодки такие штепсельные колодки разных типов двух типов тип шерве эти тип шерве штепсельная колодка и при соединении реле реле вот так сюда просто втыкается внешние провода присоединяются при помощи винтов буква в на конце именно об этом и говорит шерве но сама колодка на шасси крепится при помощи двух винтов тут отверстия специальные также есть колодка под пайку типа шерп и тут специальные ламели под пайку на шасси такая колодка тоже крепится при помощи двух винтов есть она отличительная особенность реле производства разных годов вот например вот это реле произведенная в 78 году кожух имеет такой вот формы с таким выступом как бы и он крепится при помощи двух винтов этих двух винтов этими же винтами крепится и шильдик алюминиевый на котором нанесен тип реле логотип предприятия изготовителя электрическая схема реле и номинальное напряжение этого реле данном случае это постоянные 24 вольта реле кстати вот этот логотип чей это логотип мне неизвестно если вдруг вы знаете кто это производитель скажите пожалуйста в комментариях другая разновидность реле это уже 83 год и 85 год она имеет уже вот такой кожух который винтами не крепится а просто одевается за счет защелок таких вот защелок держится на основании сами роли по конструкции идентичны что семьдесят восьмого что восемьдесят пятого года выпуск теперь посмотрим особенность магнитной системы на переменные 220 вольт вот видите знак переменные катушка переменные 220 вольт и постоянные 24 вольта сейчас я сниму якорь с изоляционной колодки мы посмотрим в чем различие как мы можем видеть якори у реле переменного тока и реле постоянного тока совершенно одинаковые вот твой якорь различия в них сердечники вот на реле постоянного тока вы видите просто кольцо одеты на сердечник которая удерживает катушку на реле переменного тока одета вот такая буковка а на самом деле это короткозамкнутый виток сердечник расщеплен на него одет короткозамкнутый виток на один из получившихся полюсов дело в том что переменная составляющая тяговой силы вызывает вибрацию якоря и связанных с ним подвижных частей такая вибрация приводит к ускоренному износу поверхности полюсов и трюшки детали подгорание контактов и повышению шума устранение этой вибрации производится как раз расщепление магнитного потока у нас получается сердечник имеет пропил и у нас расщепляется магнитный поток на 2 тут один магнитный поток тут второй магнитный поток получается две сдвинутые по фазе составляющие далее я соберу реле и подключу к ним блок питания измеритель параметров времени посмотрим временные характеристики данных реле и возможное напряжение срабатывания напряжение возврата я собрал схему приборы при испытании у меня будут все те же китайский блок питания 400 вольт 1 ампер и измеритель параметров реле цифровой f290 анти для начала попробуем замерить напряжение срабатывания и напряжение возврата это у меня реле на 24 вольта постоянного тока к слову сказать реле рпу 0 выпускались на номинальное напряжение 12 24 48 60 110 вольт постоянного тока и 12 24 36 110 220 230 240 вольт переменного тока то коммутируемый контактами реле от 0 0 25 до 4 ампер номинальное напряжение на разомкнутых контактах от 12 до 380 вольт постоянного и переменного тока смотрим напряжение срабатывания реле патронном приятного поля к в в в Что-то блок питания глюшек. Что-то блок питания глюшек. Номинальное напряжение 24 вольта. Теперь напряжение возврата. Привольта. Интересно. Еще раз. 13 вольт. Номинал. 3 вольта. Напряжение срабатывания. Напряжение 13 вольт. Напряжение возврата 3 вольта. Теперь посмотрим время срабатывания реле и время возврата. Выставляем на блоки питания 24 вольта. Номинал 24 вольта. Ток потребления мы видим 0,091 ампера. Проверяем время срабатывания. Первый режим. Сброс 12,2 миллисекунды. 11,9 миллисекунд. 12,2 миллисекунды. Время срабатывания реле РПУ 0. 12,2 миллисекунды. Теперь ставим третий режим. Смотрим. Время возврата. 5,7. 5,6. 5,7. 5,7 миллисекунд. Время возврата. Посмотрим чуть поближе как реле работает. Вот это якорь. Возвратная пружина. Сердечник. Посмотрим как работают контакты. Это неподвижный контакт. Это подвижные контакты. Это изоляционная колодка, которая переключает контакты. Это все, что я хотел вам рассказать про реле РПУ 0. Как всегда, подробную информацию можно посмотреть на моем сайте. Там всегда есть детальные фотографии, описания и ссылки на литературу. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего.